Разумеется, что упрощение условий ведения бизнеса – это дорога с двухсторонним движением. Власть дает широкую полосу для свободной предпринимательской деятельности и в качестве движения навстречу требует всего лишь порядочности. Наш президент это особо подчеркивает. Хотели максимальной самостоятельности – пожалуйста, но ответственность берете на себя. Это касается не только прилежания в обращении с налоговым кодексом, но и самое главное, на чем настаивает власть в обращении с людьми. В Беларуси выполнение законодательства о труде контролируют госорганы. Но есть еще один действенный механизм – это общественный контроль. Его осуществляют профсоюзы. Федерация активно практикует работу выездных, приемных. Помочь разобраться с проблемой, а порой и отстоять законные права трудящимся помогают правовые инспекторы. Только в первом полугодии профсоюзные юристы выявили без малого 21 тысячу нарушений трудового законодательства. Теперь контролировать соблюдение норм профсоюзы будут совместно с прокурорским надзором. На неделе два ведомства договорились о сотрудничестве и подписали соглашение. Ольга Масловская изучила документ. Это наш производственный технический отдел. Никого нет? Никого нет. Все уволены. Совет учредителей распался, директор уволился, а ничего не подозревающие сотрудники еще 9 месяцев продолжали ходить на работу и ждать выплаты зарплаты. Почти анекдотическая ситуация вовсе не фарс, а зарисовка из жизни предприятия – волковыск спецмонтаж. В интернете еще можно найти рекламу с предложением услуг этой фирмы по строительству трубопроводов. В реальности последний работник уволился три недели назад. В долги позалазил, а сейчас вот нашел работу, подрабатываю немножко, чтобы хотя бы протянуться, протянуть сердце, прожить это. Все-таки сейчас зима, опять квартира, плата, денег нет. Опять в долги лезть, уже я и так залез. Непростой ситуацией заложником, который стал коллектив некогда успешного предприятия, заинтересовались профсоюзы. Здесь говорят, не будь суда, на котором настояли юристы федерации, о невыплаченной заработной плате за несколько месяцев можно было просто забыть. Мои переговоры с исполнительным директором этого предприятия, Крупадеровым, главным бухгалтером предприятия, не дали никакого результата. Люди просто, потеряв стыд, обещали, что вопрос будет решен в пятницу, в понедельник. Я понял, что этот вопрос не будет решен никогда. Под иском подписались 35 человек. Суд за справедливость длился три дня. Помимо госпошлины, наниматель должен выплатить работникам более 40 тысяч рублей незаконно удержанной заработной платы и компенсации за несвоевременную ее выплату. На выплату заработной платы пойдут средства, вырученные от продажи строительных машин и другого имущества фирмы. Только в этом году, после вмешательства правовых инспекторов, работникам разных предприятий возвращено более миллиона рублей. Выполнить финансовые гарантии перед ветеранами производства обязали администрацию и этого предприятия. Слудский завод подъемно-транспортного оборудования. Здесь трудится 250 человек, которые производят уникальную технику. Завод единственный в стране, выпускает механизмы грузоподъемностью до 120 тонн. Но при этом не смог потянуть выплаты в 20 тысяч рублей. Эта сумма причитается 13 пенсионерам. Павел Мурашко родному предприятию отдал 36 лет. Работал слесарем. Здесь в разные годы трудились родственники. Говорит, на всю семью почти 400 лет стажа. Контракт закончился, но вместо почета и поощрений – разочарование и обида. Когда я уволился, мне должны были, по коллективному договору у нас, должны были выплатить деньги за отработанные годы, соответственно. Но когда коснулось, решили не выплачивать. Так как тем 12 человекам я получился 13-й. Нам сказали, что мы не подходим под коллективный договор. Провели нас так, что мы по этот коллективный договор не подходим. Потому что мы работали на пенсии. Вот если бы мы ушли во время, то есть на завтра же после выхода на пенсию, то нам бы выплатили их. Ну, это было, конечно, уловка. Коллективный договор на 120 страницах и предусмотренный им социальный пакет – гордость предприятия. Недавно в документ вписали новые гарантии. Но при этом положение о выплатах пенсионерам наниматель трактовал не в пользу пенсионеров. На сторону работников стали профсоюзы. Есть такая сила, которая защитит их социальные права, гарантии. Вот и пример данного предприятия, на котором мы находимся. И приятно отметить, что руководство предприятия совместно с нами, с профсоюзными организациями решает эти вопросы, не прибегая к судебным искам, скажем так, мирным, нормальным путем. Консультировать и помогать в решении трудовых споров. Каждый последний четверг месяца во всех районах страны работают профсоюзные приемные. Больше половины обращений из области трудового права, поэтому появились правовые ликбезы. Чтобы сделать работу максимально эффективной, самое массовое общественное объединение страны предложило объединить усилия прокуратуре. Пресекать нарушения в области трудовых отношений – прямая задача надзорного органа. Больше тысячи проверок, по результатам которых за несоблюдение законодательства о труде 8 тысяч должностных лиц привлечены к ответственности. Таков итог работы прокуратуры за прошлый год и 6 месяцев 2017-го. Приоритетным вопросом для прокуратуры является выбор заработной платы, создание безопасных условий труда для работников. Эти же вопросы являются основополагающими для профсоюзов. Не то, что нам это соглашение является панацеей для чего-то. Работа и так ведется. И прокуратуры Генеральной, и Федерации профсоюзов. Просто эти отношения сейчас более станут четкими, они будут упорядоченными. Соглашение о взаимодействии подписали генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Для обеих сторон событие значимое и, как отмечают специалисты, закономерное. Федерации профсоюзов и органов прокуратуры достаточно схожие задачи. Конечно, мы понимаем, что сегодня и формы, и методы работы, и сегодня другие непосредственные полномочия, они у нас разные. Но у нас общая задача и цель в том, что мы защищаем законы интереса и права наших граждан. В первую очередь для нас, для профсоюзов, это сферы трудовых отношений. Вот почему мы и предложили Генеральной прокуратуре подписать соглашение, которое, по нашему мнению, усилит эффективность нашей общей работы в этом направлении. Стороны уже договорились о совместных приемах граждан. Как показывает практика, каждое четвертое обращение о нарушении трудовых прав обосновано. Накопленной информацией специалисты будут обмениваться, а самые актуальные идеи лягут в основу возможных изменений законодательства о труде. О защите прав и гарантий каждого из нас в главном эфире Ольга Масловская и Дмитрий Смирнов.